Успокаиваем всех таджиков и каргызов, которые интересовались. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, жив ли наш президент и что с ним произошло. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что президент Таджикистана Имамали Рахмон перенес инсульт, и состояние его здоровья очень тяжелое. Сегодня должен был выступить президент Таджикистана Имамали Рахмон, однако по инсайдерской информации у Имамали Рахмона случился инсульт и мероприятие было отменено из-за его тяжелого состояния, говорилось в одном из таких сообщений. Информацию о состоянии Имамали Рахмона в официальных источниках Таджикистана, да и в международных, нет. В общем-то Имамали Рахмон пропал с радаров после последней масштабной встречи. Все переживали, где же он находится. Крыгызские СМИ даже приписали ему смерть, а некоторые инсульты и какие-то страшные болезни. Как вы к этому относитесь? Только стоило пропасть президенту, и вот вам слухи. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но президент жив, к счастью или к горю, там решайте сами. И президент Таджикистана Имамали Рахмон прибыл 3 октября, посетил город Турсунзаде, где принял участие в церемонии открытия частного образовательного учреждения школы имени Мирзо Турсунзада. Как сообщает пресс-служба главы государства, затем президент посетил фермерское хозяйство «Ислам», где дал старт сбору урожая риса. Фермерское хозяйство «Ислам» было основано в 2000 году семьей Бабахоновых и сейчас имеет в своем распоряжении 1,2 гектара земли. В этом году тут было засеяно риса на больше, чем полгектара. В прошлом году фермеры с такой же площади собрали более 4 тонн риса сорта «Лазер». Помимо выращивания риса, фермеры выращивают репу, помидоры, огурцы, чеснок, свеклу, перец и зелень. После посещения фермерского хозяйства «Ислам», Эмамали Рахмон ознакомился с выставкой хлебопродукции, а затем посетил Дыхканское хозяйство «Ватан», где выращиваются овощи и первосортный виноград. Созданное в 2008 году Дыхканское хозяйство «Ватан», которым руководит известный в республике Дыхканин, Неймаджон Усмонов имеет в своем распоряжении 45 гектар земли. Также Неймаджон Усмонов является основателем Дыхканского хозяйства «Хачи Неймат». Из 105 гектаров земель хозяйства 95,5 гектар выделены под выращивание различных сортов винограда. Эмамали Рахмон, ознакомившись с результатами работы садоводов, поблагодарил их за выращивание хорошего урожая, создание рабочих мест, обеспечение внутреннего рынка, качественной сельхозпродукцией, повышение экспортного потенциала города Турсонзаде и внесение вкладов в благоустройство края. Как вы относитесь к тому, что распространяются такие слухи о нашем президенте, о его визитах и вот этих показушных мероприятиях, на которые тратят страшно подумать, сколько денег, и по факту они просто для красивой картинки в телерепортаже, а по факту ничего не дают. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.